У нас вроде бы есть прямой эфир, и нам повезёт. Мы сегодня с Алисой Сергеевной решили вдвоём провести эфир. Да, Алиса Сергеевна? Да. Алиса Сергеевна, может быть, ответит на ваши вопросы, а может быть, не ответит. Вот, у нас сегодня эфир без темы, потому что мы не думали, что он будет. Но, как всегда, если есть свободное время, мы подумали, почему бы нам его не использовать как-нибудь полезно. Да еще минута не вера уже, Алёй. Конечно, но у меня же побольше подписчиков пока, чем у некоторых женщин. Вот, поэтому мы сегодня с вами можем обсудить самые разные темы. Можем поговорить сегодня с вами об успехе, как вы любите. Можем поговорить с вами о том, каким образом достигать своих желаний мечт. Можем поговорить о том, почему у нас что-то получается, а что-то не сильно. Ну, в общем-то, вот, привет, Алиса, говорят, что ты красавица. Да. Алиса, на кого ты похожа? На тебя. Алиса считает, что она похожа на меня. Вот, я тоже так считаю. Моя маленькая девочка. У нас сегодня, значит, день такой получился. Мы сегодня с самого утра вот приехали в это место, где мы сейчас находимся. Мы в лесу, на самом деле. И привезли сюда Еву Сергеевну на спортивные сборы на сутки. После этого мы с Алисой Сергеевной поехали на пикник с нашими друзьями, с нашим папой. Вот сейчас мы вернулись и поняли, что мы приехали раньше. И на папу, говорят, Алис, что ты похожа. Алиса не согласна. Вранье, да, Эли? На кого похожа? На всех. На всех. Она такая-то универсальная девочка, которая хочет быть похожа на всех. А ты не выйдешь из машины. Тебя выпустит? Да, откройте. Сейчас, одну секунду, друзья. Ты же не выйдешь сама. Меня заберет. Она меня заберет. Уже вот что-то уже нашептала, красотка. Фух. Давайте начнем все-таки. Подбросьте, пожалуйста, какую-нибудь тему, которая была бы интересна присутствующим здесь людям. И мы с вами на эту тему я с удовольствием подискутирую. Потому что я, конечно, могу говорить на любые темы, но хотелось бы, чтобы у нас это как-то было интересно. Обезьяна малая. Снова на папу. Нет, вообще, если бы вы видели детские мои фотографии, то вы бы точно сказали, что это моя дочь. Девушка, разденусь. Сегодня наконец-то стало тепло. Там сильно скучно. Сильно скучно. Но ты зря закрыла двери, потому что если ты захочешь выйти, я тебя больше не выпущу. Да, так что теперь сиди и целый час. Убеждения. Убеждения. Хорошо, давайте поговорим об убеждениях. Вообще, что такое убеждения и почему они имеют значение в нашей жизни? Потому что убеждения – это наша некая внутренняя программа, которая живет у нас в голове. Убеждения – это, собственно, такой базовый набор наших, то, что мы называем, ценностей, от чего мы отталкиваемся. Ну, например, мы верим, что все богатые люди наворовали свои деньги и что по телевизору рассказывают правду, а такие, как я, рассказывают какие-то глупости. Мы верим, что у нас крупная кость, поэтому мы не можем быть, например, стройными. Или мы верим в то, что сейчас в такой сложный период невозможно заработать денег и вообще там. Ну, то есть это какие-то наши сформировавшиеся убеждения, наши программы, и мы воспринимаем их за правду. Ну, то есть это, знаете, похоже на то, что в жизни вообще, вот, ну, например, если вы приходите в магазин, то вы увидите огромное количество продуктов разных, да, их там тысячи наименований. Но вы в свою корзину набираете определенные продукты, потому что вы считаете, что вот это молоко для вас самое вкусное, что вам нужно кушать именно этот набор продуктов, вот это вредно, а это полезно. И вы, исходя вот из своего мировоззрения, набираете определенную себе корзину продуктов. Но ведь есть все остальные в том числе, и кому-то нравятся другие. Точно так же и в жизни. Мы набираем убеждения, исходя из своих каких-то, мы даже не понимаем из чего, но мы уверены, что это правда, а все остальное неправда. И здесь нужно понимать немножечко устройство мира и немного уйти в эзотерический мир. Потому что если, сейчас я отвечу на вопрос, вы пишите пока. Вот, если вы начнете разбираться в природе мира, то вы поймете, что я недавно вела эфир на тему пространства вариантов, что в принципе Вселенная устроена таким интересным образом, что в ней есть абсолютно все. И мы, исходя из своих убеждений, которые у нас появляются не просто так, а путем нашего созревания в мире, Алиса, выключи звук, пожалуйста. Мы путем набора вот этих убеждений выбираем те, которые нам становятся ближе. Почему нам ближе одни убеждения, а не другие? Потому что мы формируем с вами убеждения, вот, например, почему мы едим определенные продукты. Потому что в детстве нас к этим продуктам приучали. Потом мы жили с родителем, и мы видели, что наша мама такие продукты покупает. Потом мы посмотрели, наш любимый блогер ест авокадо, и мы тоже стали покупать авокадо. И вот мы эти убеждения набираем путем собственного опыта, путем наблюдения за людьми, которым мы доверяем. И путем сформировавшихся уже с детства привычек. Мы даже не знаем, почему мы, например, любим там гречку, овсянку не любим. Ну, вот я, например. И, соответственно, эти убеждения становятся нашей вот такой вот базовой программой. Но фишка заключается, у меня очень много эфиров на тему убеждений, но фишка ключевая заключается в том, что убеждения, это как и продукты, мы можем их менять. То есть, если в какой-то период времени мы принимаем решение для себя, что нам больше не нравится думать, что я буду бедной всю жизнь, или что я не могу никогда иметь красивое тело, или что в 40 лет я уже, например, старая. Если это убеждение нам хочется изменить, мы приходим в супермаркет и кладем вместо морковки авокадо. Мы принимаем решение, нам пока непонятно авокадо, мы не знаем, как из него готовить, нам не очень понятен его вкус, но мы принимаем решение научиться. То же самое происходит и с убеждениями. Тема глобальная. Если вам она интересна, посмотрите, у меня есть очень много эфиров, не один на эту тематику, где я это глубоко-глубоко жую. Поскольку у нас сегодня такой блиц, я не буду эту тему копать одну. Я думаю, что я вам так плюс-минус дала мысленно подумать. Самое ключевое, что вы должны знать. Первое. Если вы как-то думаете определённо, задайте себе вопрос. Это убеждение, которое у меня есть, оно мне помогает достичь цели, которую я хочу? Например, я хочу красивое тело, но я убеждена, что у меня широкая кость. Спросите себя, помогает ли мне убеждение, что у меня широкая кость, получить красивое тело? Нет. Интересно, а если бы у меня было убеждение, что я могу иметь красивое тело, мне бы это помогло? Очевидно. И вот тогда уже включается работа, а каким образом это сделать? Так, давайте посмотрим, посмотрим, посмотрим. Как быстрее внедрить позитивные аффирмации в своё подсознание? Значит, аффирмации внедряются путём постоянных регулярных повторений. Но существует такая очень важная вещь, о которой вы должны знать, что негативные, точнее позитивные аффирмации, а аффирмация равно программа, потому что когда вам много раз что-то повторяют, это становится вашим убеждением. Убеждение и программа – это одно и то же. То есть если вам постоянно повторяют, что там вы не умеете петь, то вы в это начинаете верить, и это становится вашей программой. Программа работает просто. Вы не поёте в караоке, вы нигде не поёте, вы боитесь вообще открывать рот и подпевать в машине. То есть вот таким образом это работает. И для того, чтобы вы в себя ввели новую программу и поверили, что вы могли петь, можете петь, вам необходимо разобраться со старой. То есть если вы будете себе постоянно повторять, что я хорошо пою, но при этом в это не верить, и старая программа у вас работает, ничего не получится. Как разобраться со старой? Со старой разбираются путём выяснения того, откуда эта программа сформировалась, с чего я взял, что я не могу петь. Когда-то мне сказал об этом мой учитель, учитель какой музыки, учитель, который зарабатывает там 2000 гривен после какой-то консерватории, который сидел с плохим настроением и сказал мне, что я не умею петь в первом классе, сказал мне это первый раз, капец. И вот когда вы начинаете это всё дело раскапывать, у вас появляются сомнения, закрадываются сомнения, были ли правы те люди, из чего они вообще взяли. Существует огромное количество биографий различных народных и всяких заслуженных артистов, которые рассказывали, что при поступлении их не зачислили на факультет, потому что сказали, что актёру из них не получится. Когда мы начинаем разбирать... Извините, я не могу найти время кинуть... Обожаю свои говорящие часы. Когда вы начинаете разбираться в этих программах, вы понимаете, что они становятся абсурдными. И только после того, когда вы разрушаете негативные программы, вы можете работать с позитивными аффирмациями. Иначе это будет, знаете, как посолить, посахарить, посолить, посахарить. Сделайте какую-то бурдень. Вы верите, что абсолютно в любой сфере можно достигнуть успеха? Я верю, что можно достигнуть успеха в абсолютно любой сфере при условии, что это ваша сфера. При условии того, что вы находитесь в своей сфере. Если это на самом деле ваша сфера, то да, я в это верю. Много работаю, но деньги как сквозь пальцы. В чём причина? Я не знаю. В чём причина? Вам необходимо разбираться с этим. Вы были на рерайтере жизни, вы были на денежном портале. Я не могу вам ответить. Скорее всего, вы либо не тем занимаетесь. Это первое. Второе. У вас есть ограничивающие вас программы убеждения по отношению денег. Это две составляющие. Первая – это ваша безграмотность как предпринимателя или как работника. И вторая – это ваши низкие ментальные понимания и ваш низкий уровень восприятия денег. Лечится на двух этих уровнях. Как справиться с завистью? Очень долгое время не испытывала её вдруг и раз случилось. Чем заменить это чувство и мысли об этом? Прежде всего, нужно всегда включать понимание. Что такое зависть? Зависть – это определённая негативная энергия. То есть, когда вы испытываете какую-то эмоцию зависти по отношению к другому человеку, вы испытываете негативную эмоцию. То есть, вам неприятно. Что такое негативная эмоция? Она имеет такой знак «минус». Самое ключевое, что вы должны знать об эмоциях, это то, что она, когда вы её испытываете, принадлежит всегда вам. Не тому человеку, по отношению к которому вы испытываете. То есть, вы эту злость передаёте не ему, а оставляете себе. И как человек я, который обожает такое понятие как эгоизм, я всё время думаю о том, что мне невыгодно кому-то завидовать, потому что в этот момент я себя же и разрушаю. Я начинаю испытывать негативную эмоцию и притягивать в свою жизнь ещё больше негатива. Мне это невыгодно. Мне гораздо выгоднее радоваться за других людей, радоваться чужим успехам, радоваться чужим подаркам, достижением целей, потому что мой мозг, ему всё равно, радуюсь я за кого-то или за себя. Ему всё равно, я не люблю кого-то или не люблю себя, расстроена по поводу себя. Он просто испытывает, излучает определённую энергетику, и если она со знаком минус, он притягивает ко мне ещё больше негативных ситуаций. Поэтому задайте себе вопрос, что меня в этом человеке… То есть, первое, осознайте так, смотрите, давайте по порядку. Первое, осознайте, что вам это невыгодно. Второе, задайте себе вопрос, а почему я завидую этому человеку? А потому что он, скорее всего, имеет то, чего не имею я. А почему он это имеет? А потому что он умничка. А в чём он умничка? Возьмите с него пример. Превратите человека, который вас раздражает, нас же раздражают кто? Те, кто имеет то, чего не имеем мы. Вот с этим надо разбираться и превращать это для себя в мотивацию. Когда вы начнёте работать над осознанностью, когда вы придёте в рерайтер жизни, тогда у вас этот вопрос начнёт решаться значительно проще, и вы поймёте весь принцип. Как избавиться от страха одиночества? Парень бросил после того, как я забеременела. Вы знаете, у вас, ну, другая вообще история, как бы, скорее всего, это история про юность и безграмотность, и безопытность, неопытность вашу. Да, то есть тут больше разговоров к вашей маме, к вашей семье и к вам самой, нежели к одиночеству. Это ваш опыт. И вы просто проходите этап взросления. Ну, что я вам могу сказать? Ну, вы же когда трахались, вы же достаточно взрослые были. Когда не предохранялись, вы достаточно взрослые были. Ну, значит, будьте достаточно взрослые для того, чтобы пройти этот опыт. Никто от этого не умирал. Огромное количество людей самостоятельно, женщин родили детей. Пусть ваш ребёнок станет для вас мотивацией к развитию. Вот, а страх одиночества, вы уже не одиноки, уже никогда не будете одиноки. У вас уже всегда будет самое дорогое. Вот, значит, вам повезло. Так. Can you try to speak English? Обожаю. Конечно, я сейчас буду спикерить на английском легко. Ольга, Оля, вы ведёте дневник благодарности? Да, каждый день. Только что посмотрела очередной урок в Телеграм. Прекрасно. Были в провале в бизнесе, сейчас нет веры в себя. Как поверить в себя? Я не знаю. Вы понимаете, ну, нету ответа на вопрос, вот вырванного из контекста. Вера в себя – это как мышцы. Вот как накачать мне правую мышцу? Нельзя накачать правую мышцу. Вы можете накачать тело. Вера в себя – это история про работу над собой. Начните работать над собой каждый день. Как это делать? Приходите ко мне на марафон «Рерайтер жизни», и я вам на примере реальном запущу в вас. Вы поймёте, что значит работать над собой. Я помню, как мне говорили такие вещи – работай над собой, развивай себя, качай свою харизму. Это очень непонятно. Поэтому сегодня мы живём, вы живёте в прекрасное время и век, когда всё это учат, показывают и подсказывают по шагам. Приходите на мой «Рерайтер жизни», и я вас научу, как начать прокачивать себя и перестать иметь вопросы подобного уровня. Ваш внутренний стержень очень слаб. Скорее всего, он спит. Он пока что вот как весной, знаете, сдох. Нету зелёных листочков. Нужно это накачать. Как накачать? Приходите, я этим профессионально занимаюсь. Вот накачаю вам всё. Как перестать думать о мнении окружающих? Перестать бояться сказать «нет». А зачем вы думаете о мнении окружающих? Когда вы сосредоточены на мнении других людей, это означает, что у вас нет вашего собственного. А почему у вас нет вашего собственного мнения и вашей собственной позиции? Вот задайте себе вопрос, а потому что вы не уверены в себе, потому что вы точно так же не прокачивали свой внутренний стержень. У вас нет внутренней силы, у вас нет мудрости, у вас нет веры, поэтому не учились. Приходите, я вас научу. За месяц один вы поймёте, что нужно делать. Вот видите, я вам всем идеально подхожу. Я ваша идеальная пара, ваша супермать. Как убрать страх за другого человека? Совершенно бесполезная история бояться за кого-то другого. Ну, просто это нужно осознать. Мы находим для себя всевозможные причины не развиваться, оправдываясь тем, что мы боимся за других, что мы ещё что-то делаем за других. Это ваша жизнь. Другой человек рано или поздно из неё исчезнет, по собственному желанию или ещё по какому-то желанию. Ваша задача, ваша главная ценность, ваш путь, с которым вы пришли, это ваша собственная жизнь. Займитесь собственной жизнью, и вы увидите, что все страхи отступят автоматически. Как средоточиться на успехе, а не на долгах? Вы должны тоже понимать, что долги приведут вас ещё к большим долгам. Вы должны понимать простую вещь. Устройство, вот вы, ну, я миллиард эфиров на эту тему провожу, но никто почему-то этого не слышит. Вы должны понимать устройство мира. Вот, например, когда вы знаете, что в машине, в автомате есть две педали. Одна педаль тормоз, одна педаль газ. Вы же не говорите, как мне сосредоточиться на газ и не жать на тормоз. Ну, как бы тренироваться. Есть две педали. Жизнь состоит из, по очень, ну, как бы не состоит, а выглядит, да, существует по простому принципу. То, о чём мы думаем, то, на чём мы сосредотачиваемся, то и растёт. Я называю это правило фонарика. На что светим, то и видим. Когда вы это понимаете, вы соображаете, что одна педаль, когда вы думаете о долгах, растут ваши долги, а вторая педаль, когда вы думаете о доходах, растут ваши доходы. Вы не можете одновременно думать и о долгах, и о доходах, потому что долги вас разрушают. Когда вы думаете о долгах, вас это угнетает, И вы притягиваете еще больше ситуацию, чтобы ваши долги еще больше накапливались. Когда вы это понимаете, вы понимаете, что вам не надо жать на педали долги, вам нужно жать на педаль с ростом доходов. Все. А если вы этого не знаете, если вы тупарик, если вы не хотите этого слышать, значит, сидите и растите свои долги. Все просто. Так, я хочу стать твоим гостем. Хорошо, что не моим партнером половым. Как определить свою сферу, как нащупать дело в своей жизни? Щупать, щупать, действовать. Действовать, слушать себя и действовать. Смотреть, в каком направлении вам интересно развиваться и что-то делать для этого. Как найти нужную дорогу? Как вот так вот идти, смотреть, ага, там тропинка протоптана, пойду туда, ага, там не затоптана. Действовать, мать вашу. Путь находится не в голове. Путь находится в реальных действиях и ощущениях, когда вы чувствуете, это да, это нет, это хочу, это не хочу. Перебираем быстрее ручками и ножками, и все будет окей. Как побороть страх звонков потенциальным клиентам? А не надо звонить потенциальным клиентам. Это как ходить и пытаться понравиться мужику. Ваша задача понять, что ключевая стратегия маркетинга – создать такой продукт, чтобы люди сами выстраивались к вам в очередь, чтобы они хотели у вас купить. Сместите вектор с того, чтобы делать то, что вам не нравится, на то, чтобы сделать свой продукт офигетительным, чтобы у вас стояла очередь. И все будет окей. Люди раздражают лишь потому, что эти качества есть и в тебе. Убрав качества плохие, то уйдет. Но можете к Елене обращаться, Елена вас проконсультирует. Так, вы такая классная, спасибо большое. С вами на рерайтере в мае. Здорово, вы молодец. Как избавиться от агрессии и негатива? Найти причину. Найти причину, почему вы… что вас бесит. У нас же всегда есть причина, откуда эта агрессия, почему она. Агрессия – это чаще всего защитная реакция на что-то. Надо провести для себя этот разбор. Так, спасибо большое за рерайт, разменения с каждым днем. Спасибо большое, Юль, спасибо. Как перестать быть зацикленным человеком? Зациклилась на мужчине, зациклиться на себе. Самое лучшее вообще, что вы можете сделать, это зациклиться на себе. Зациклиться на задаче, сделать себя тем человеком, выдающимся, которым бы вам хотелось стать. Когда вы становитесь классным, интересным себе, поверьте, выстраивается очередь на вас со всех сторон. Энергия успеха заразительна. Поэтому хотите нравиться мужчинам, хотите быть востребованным на работе, прокачивайте себя. Ваша энергия будет притягивать в вашу жизнь все. Когда вы зацикливаетесь на мужчине, как правило, вы превращаетесь в госпожу клянчущую, такую, знаете, униженное создание. Ну, так бывает. Так, Андрей вот говорит, что я умничка. Привет тебе. Что мне делать, если мама говорит сестре, хочу внуков, найди кого-нибудь? А вы тут при чем? Ваша мама говорит сестре, а вам что делать? Вот вы вообще видите, чем вы живете? На секундочку. Что делать мне, если мама говорит сестре, хочу внуков? А дедушка ваш что говорит? А бабушка ваш что говорит? Можете пойти помастурбировать. Может, вам будет легче. Так, как прокачать отношения с родителями? Да никак. Да никак не прокачать отношения с родителями. Живите свою жизнь и будьте счастливым человеком. Делайте, станьте успешным, станьте состоятельным, богатым. Отправьте своих родителей на классный отдых. Сделайте им безбедную старость и прокачайте отношения. И все. Как вы хотите их прокачать? Покомпостировать маме мозг, почему она вас не так воспитала. Рассказать ей о том, что она неправильно живет и испортила вам жизнь, как вы хотите прокачать. Где вы берете энергию? Вы там же, где и вы. Она присутствует у каждого. У меня всегда вопрос один. А куда вы деваете энергию? У вас энергии не меньше, чем у меня. Просто я ее расходую и получаю в обратку. Я делаю то, что мне нравится. И у меня ее еще больше прибывает. А вы ее куда деваете? Внимание, вопрос. Очень хочу дом. Сейчас купить кредит или ждать копить? Вы считаете, хотите на меня переложить эту ответственность? Ответить вам на вопрос? Что вам делать, если вы очень хотите дом? Стать взрослым человеком, чтобы самостоятельно принять решение. А лучше перед этим прийти на рерайтер жизни, чтобы понять, почему кредит вас убьет. Вы всегда почему-то, много очень людей, хотят переложить ответственность на принятие каких-то таких решений. А потом вы что скажете? Мне Ермилова сказала взять кредит? Да упаси вас Бог. Я такого вам не скажу. Учитесь быть взрослыми людьми и принимать самостоятельные решения. Если вы тянете купить дом, покупайте. Если вы не тянете купить дом, то заработайте на этот дом. Выйдите замуж, сделайте что-нибудь еще, привлеките в свою жизнь мужчину, инвестиции. Что вы хотите от меня услышать? Купить или не купить? Быть или не быть? Вы сталкивались с социопатами? Как вели себя? Нет, я не сталкивалась с социопатами. Я как-то, знаете, мало думаю о плохих людях, мало думаю о плохих ситуациях. И, к счастью, за счет этого к себе их и не притягиваю. Вот, поэтому нет. Может быть, я с кем-то и сталкивалась, но я, наверное, людей как-то не особо так воспринимаю, как социопаты. Вот. Под лежачий камень вода не течет. Вы знаете, я бы не вешала вообще никакие клише. Вода может течь под любой камень, просто зачем лежать? Неужели вы пришли в этот мир, чтобы полежать? Ну, полежать можно, знаете, после чего-нибудь хорошего. Отдохнуть можно полежать. А просто лежать и что? Не знаю. Вы должны осознавать очень крутую штуку. Вы живы. Вы живы. У вас есть руки-ноги. У вас есть прекрасная жизнь. И почему, собственно, вам не использовать все эти ресурсы и возможности? Вы должны понимать, что вы все равно умрете рано или поздно. И будет у вас дом или не будет, не имеет значения. А вот то, каким человеком вы станете, когда вы на этот дом сможете его приобрести без кредита, то, какие вы возможности в себе откроете, то, сколько энергии вы прокачаете через эту жизнь. Вот это вопрос. Вот это вопрос. Ваши ответы огонь очень интересны рассказываете. Спасибо. Я просто нахожусь на своем месте. Очень важно в жизни найти свое место. Когда вы находите свое место, вы потрясающе интересны. На вас интересно смотреть, наблюдать и смотреть за вашими работами. Когда мы находимся на своем месте, мы подключаемся к неимоверному источнику энергии. Что бы ни делал этот человек, от него невозможно оторвать глаз. Как прекрасный танцор, вроде бы неинтересный танцор, а танцует так, рот открываешь. Я была недавно с Евкой Малой на соревнованиях, и осталось ночью, 12 ночи, выходили танцоры, были там и чемпионы мира, ребята. И вам клянусь, я сидела с открытым ртом. Это было так смешно. Я чувствовала, я сижу такая, сижу, а потом чувствую, знаете, я так фиксирую себя. Что я сейчас делаю? Я понимаю, что я сижу вот так. Это было очень забавно, это потрясающе. Как найти свое место? Искать. 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 Как искать, чувствовать, задавать вопрос, интересно, неинтересно, как найти своего партнера? Как вы ищете партнера? Ходите на свидания, занимаетесь с ним сексом, нюхаете его, разговариваете с ним, просыпаетесь с ним, пишите ему смс, нравится, не нравится, трогаю, щупаю, смотрю, подходит, не подходит, начала жить, неинтересно. То же самое в вашей работе. Нет, надо закончить образование, вдумайтесь, получить высшее образование, после школы 5 лет пашить свою жизнь. После этого пойти, 5 лет же ты уже, блин, просрал, значит, нужно идти по профессии устраиваться, понять, что это не твоя профессия. И что? Ищите себя раньше. К окончанию школы вы уже должны знать, кто вы. Для этого мы ищем вот Еве 6, и моя Ева уже 3 года находится в своем деле и прекрасно себя чухает. А у нас так, в 20 лет я вырасту и начну думать, 20 лет, если вы не состоялись, вы уже неудачник. Мое такое личное видение. Челюсть убери, Кобыляцкая Энн говорит. А куда, подскажите, пожалуйста, куда убрать челюсть? А грудь вам нет, не смещать, не убрать? Нет, не надо, никуда убирать. Вы скажите, что сделать, я обязательно сделаю. Так, да, у меня такая реакция на вас, аж слезы из глаз. Я точно ваш будущий клиент в смысле рерайтера. Я не знаю, почему вы до сих пор еще не у меня. Вы должны понимать, что каждый месяц, который вы пропускаете рерайтер, вы каждый месяц упускаете свою еще не начавшуюся жизнь. Чего вы ждете? Зачем? У вас не так много впереди этих месяцев. Посчитайте, сколько у вас осталось этих месяцев, даже если вы планируете дожить до 100 лет. Так что надо быстрее двигаться. Вы поете великолепно. Ой, благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю. Остановитесь. Да. Так, ну что, мы продолжим общаться? Алиса Сергеевна, вы, может быть, хотите что-нибудь сказать? Я. Выступить на аудитории. 176 человек вас готовы послушать. Как вам с мамой живется, расскажите? А, ну вообще прекрасно. Да? Да, но когда мне мама мог в пуде дать, тогда вообще прекрасно. А когда ты не глотаешь слова, когда говоришь, вообще прекрасно. Алиса съела макфлуре. Ну, с таким пузярой, конечно, можно есть. Понимаете, с каким пузом ест она макфлуре? Годи-ка. Сегодня у Алисы праздник живота. Толстого. Жирного. Моя жирнюшечка. Так, жирик мой. Ты жирик? Так, давай смотрим. Родные пользуются добротой. Как ставишь на место, обижаются, перестают общаться. Ну, забейте, забейте. Не давайте собой пользоваться. Люди пользуются, потому что они привыкли быть жертвами. Это же модель жертвы. Ой, я бедный несчастный. Ой, мне надо. У тебя есть, ты мне отдай. Делайте так, как вы считаете нужным. Если вы хотите что-то отдавать и что-то делать, делайте. Не хотите, не надо. В противном случае это всегда, ну, дурацкая история. Позвольте себе быть взрослым человеком и не быть вот этим вот, как бы, человеком, который находится под манипуляцией. Я очень люблю своих близких и родных, но тем не менее манипулировать собой. Ну, ведь кладай-то на завтра, это еще можно изрубить и сегодня. Ага, такая девочка милая, да, милая, откусит и не поддавится. Так, до 20 лет неудачник, не согласна. Имеете право, а я согласна. После пробного рерайтера прям плакала, почему не пошла раньше. Вот, видите, не надо плакать, конечно, но я очень рада, что вам заходит. Как стать красивой? Я вам скажу больше, вы уже красивая. Вам надо просто узнать, понять, вспомнить, что вы красивая. Вам какой-то урод сказал, скорее всего, или как-то вас повел, как-то себя повел с вами, что вам кажется, что вы некрасивы, вы прекрасны. Я вам это уже могу сказать. Если вы себя не обкололи со всех сторон, не сделали себя чудовищем, то вы прекрасны. Вот просто поверьте мне, я точно это знаю. Нету, не бывает некрасивых женщин и не бывает некрасивых мужчин. До тех пор, пока мы не начинаем включать вот эту вот, такую, знаете, грань уродства, превращаясь в клона кого-то другого. Вот и всё. Продается домашней арабской породы. Кому-то нужен домашний снюсует? Снюсует, надо? Я думала, тебе нужен снюсует? А что, он ест снюсы? Он ест снюсы. Снюсует. Снюсует. У нас уже дома живет такой папа, снюсует. Так, он у нас конфета ед. Так, 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 смотрим. Снюсует. 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 Переименуем папу снюсоеда. Сегодня будет у нас снюсоедиком. Так, мне уже с вами стало жарко. Надо чуть пораздеваться, чтобы потом кто-нибудь на ютубе написал. Что вы позволяете себе? Да, я такая могу позволить себе раздеться. Как сказать нет, чтобы не обидеть? А почему вы боитесь кого-то обидеть? Почему вы считаете? Ну вот смотрите, кто обижается на нет? Кто обижается? Человек, который недоволен тем, что вы повели себя не так, как вы хотите, а так, как хотел он. Понимаете, о чем я говорю? То есть вы боитесь обидеть другого человека, потому что он не боится задать вам какой-то вопрос или сделать просьбу неудобную, а вы боитесь сказать ему нет. Тренируйтесь. Тренируйтесь говорить нет, нет. И еще раз нет, если вы считаете, что это нет. В этом нету ничего такого. Приходят с практикой. Так, из интересных вопросов, какой зубной пастой вы пользуетесь? Боже, белой. Как вы объясняетесь своим дочерям спокойно или все-таки порой повышаете голос? По-разному бывает. Могу рявкнуть. Если недолго не слушают, могу рявкнуть. Ну, мы же знаете как, да, могу рявкнуть. Могу, могу рявкнуть. Но стараюсь объяснять потом, после того, когда рявкну, стараюсь, конечно же, объяснять причину, почему я злюсь, почему я себя так веду. Но я думаю, что в большинстве случаев они прекрасно понимают, почему мама себя так ведет. Правда? Кивает головой. Правда. Могу. Не горжусь этим, но тем не менее могу. Могу. Но, если, не дай бог, кто-то на моих дочерей рявкнет, вот тут вот, конечно же, уж поверьте, разорву своими зубами, которые чищу белоснежной пастой. Вы превосходная, полна женской энергии. Спасибо большое. Лакалут. Лакалут продают. Лакалут продают, да, они дарят, Алиса, за подписку. А брендовые вещи дают уверенность, нормально ли это. Вы покупаете брендовые вещи, не дают уверенность. Брендовые вещи дают уверенность бедным людям. То есть, они дают уверенность тогда, когда у вас нету денег, вы покупаете брендовые вещи, вам кажется, что вы стали лучше. Когда у тебя есть деньги, ты покупаешь брендовую вещь, подчеркивая свой статус, какой я молодец. Какой я молодец, что я все-таки могу себе позволить покупать какие-то крутые вещи. У меня много разных вещей. За абсолютно разные деньги. Вот. У меня есть кофточка, которая стоит 1000 долларов, и у меня есть джинсы, которые стоят 700 гривен. То есть, разная абсолютно. Уже доросла, слава богу, до того уровня, когда вещи меня не делают. То есть, мне не нужна дорогая вещь для того, чтобы я почувствовала себя лучше. Вот. Но когда я была там в шоу-бизнесе, когда я жила другой жизнью, мне казалось, что дорогая вещь придает мне уверенность. Это правда. То есть, это такая разная абсолютная история. Как у вас получается не западать в состояние жертвы? Я по природе своей не жертва. Жертва – это человек, который перекладывает ответственность на обстоятельства и других людей. Я – человек, который всегда берет на себя ответственность. Я всегда сижу за рулем. Я обожаю управлять ситуацией. Я обожаю выруливать из всего, чего только возможно. Короче, я просто по природе своей не жертва. Я ненавижу зависеть от кого-то. Для меня это крайне важно. Я не понимаю, зачем зависеть от кого-то. Как стать уверенной? Часто пользуются люди моей добротой. Вот правильный вопрос. Как стать уверенной? Приходите ко мне на рерайтер, я вас научу. У человека всегда свой опыт жизни, невозможно прожить другую. Это же ваш опыт. Это ваше убеждение. У человека свой опыт, построенный на своих убеждениях. Но если человек хочет выйти из состояния жертвы и понять природу, а почему у меня такой голимый опыт, почему я все время к себе говнище притягиваю, я так не хочу, вот тогда возможно его поменять. Вы очень умная и добрая. Спасибо. Вот видите, каждый человек видит во мне, ну и как и в другом любом человеке, того, вот кого он в состоянии увидеть. Кто-то видит злюку какую-то гадкую, мерзкую, а вы видите добрую и умную. Спасибо вам. Значит, мы с вами зеркалим друг друга, это прекрасно. Я рада, что у меня такая аудитория замечательная. Порекомендуйте, пожалуйста, в Киеве авторитетного хирурга-стоматолога. Ребята, ну чего вы взяли, что я знаю авторитетных хирургов-стоматологов? Я понимаю, что у меня очень красивые зубы, но это совершенно не показатель, что я знаю всех хирургов-стоматологов. На работе есть начальница, постоянно подставляет, заваливает работы перед начальством, дискредитирует, лишали премии. Один раз объяснила с ней на повышенных тонах, теперь в тихушку меня выживает. А вы знаете, а вы задаете себе вопрос, а хотите ли вы находиться на такой работе? Зачем вы так держитесь за эту работу? Научитесь себя ценить и расставьте точки над «и», имея готовность уйти с этой работы. Возможно, вселенная вас таким образом толкает дальше. Не надо сражаться за то, вот меня выживают, а я держусь. Ну окей, я пошла, я буду строить свою жизнь дальше. Если вы классный сотрудник, а может быть вы классный предприниматель, значит вы обязательно устроитесь. Зачем быть там, где вас угнетают? Зачем? И держаться за это? Нет, я буду всё равно держаться. Как не впадать в депрессию? Очень просто. Приходите ко мне на рерайтер и поймёте, почему депрессия больше к вам не имеет никакого отношения. Перестать быть тем человеком, который впадает в депрессию. Рерайтовцы в депрессию не впадают, клянусь. У вас остались друзья с той жизнью, где вы ещё были просто Олей, а не Ольгой Ерминовой? Да. Ответ – да. Да-да-да, вы проходите дальше. Как прокачать женскую энергетику? Я не знаю. Говорят, погину, надо качать в лакарище. Качает, походу. Я не знаю, ребята, о чём вы говорите. Что значит прокачать женскую энергию? Женщина, ну не знаю, сексом займитесь это, найдите себе любовника. Я не знаю. Ну это вот, мне кажется, это придуманная история. У каждой женщины это есть, господи, это моя дочь. Как повзрослеть и брать ответственность на себя? Да, устаньте быть жертвой. Так, почему могут атаковать постоянные мысли о прошлых работах? Уволили, сейчас не работаю, постоянно дочь болеет, не могу устроиться. Приходите на Рерайтер жизни, вы даже узнаете, почему у вас всё время болеет дочь, и сможете эту историю разрулить. Это вы своей дочери даёте эти болезни. Вы. Какие женщины вам нравятся? Ну, такие, как я. Не, как я. Я рукой не могу поднимать. Классные, классные. Такие, вот знаете, с которыми интересно, которые не жертвы, которые не боятся быть собой, которые офигенные, которые себя лепят, которые развиваются, которые, ну, которые крутые. Так, год за рулём, всё равно не уверена, хотя езжу неплохо. Это пройдёт? К гадалке сходите. Я не знаю. Скажите, пожалуйста, что делать, если мама всё время уделяет время больше, чем мне? Ну, мне обидно. Займитесь собой. Ваша мама вам ничего не должна. Она вас родила, уничка большая. Идите, поцелуйте её, и всё. Вот, мама вам ничего не должна. Как перезагрузиться и без депрессии и нервов выйти на работу из декрета? Приходите на рерайтер жизни. Какая цена на рерайтер жизни? У меня есть ссылка, которая стоит в Инстаграме в шапке, в Ютюбе внизу. Переходите и смотрите цену на сегодня. Цена всё время меняется и растёт. Так, запишите эфир. Спасибо большое, спасибо большое. Вы просто бомба. Это не энергия, а просто даёте совет Елен. Вы знаете, есть такой замечательный анекдот. Точнее, может быть, не анекдот. Ну, в общем, ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы. Вы уже обрыгали мне весь эфир. Вот я вас прям, вас тошнит от меня, но вы никак не можете отключиться. Ну, уже хватит, но я вам не подхожу. Я вам не даю советы. Энергии у меня нету. Я согласна. Я стрёмная, страшная, ужасная баба. Всё. Па-ли-те. Да, сви. Да, не я. Благодарю, вы такая классная. Спасибо. А вы оставайтесь подольше со мной, пожалуйста. Так, всё. Обнимашки вам, мои любимые, потому что мне уже тут звонят. Уже мне нужно дальше двигаться. Спасибо вам большое за крутой эфир. Я его сохраню. Если вы напишите пару слов об этом эфире, Елена напишет, что это гадкий эфир. Тут просто дают советы и нет энергии. Все остальные можете написать то, что есть. Обнимаю, целую. Желаю вам всего офигенного. Приходите на Рерайтер. Я вам обещаю, вы получите ответы на все свои вопросы. Вот прям обещаю. Всё. Всем пока.